Всем привет, с вами Моисеев Сергей, АНБ Недвижимость. Сегодня я хочу вам рассказать про субсидированную ставку 0,01%, как она появилась, для кого она подойдет и какие есть плюсы и минусы, если вы будете покупать квартиру по этой субсидированной ставке. Но начнем по порядку. На сегодняшний день ставка Центрального банка составляет 9,5%. Исходя из этой ставки, формируются ипотечные программы. Вторичный рынок, это у нас 10-11%, поддержка новостроек, это, соответственно, программы с господдержкой 7%, и если у вас родился ребенок с 2018 года, то это семейная ипотека 5% годовых. Все, что ниже семейки и IT-ипотеки, на сегодняшний день называется субсидированными программами. Она может быть и 3%, и 1%, и 0,01%. В основном эти программы под 0,01% распространены в Москве и Санкт-Петербурге. Вообще субсидированная ставка – это программа банка и застройщика, при которой застройщик компенсирует банку разницу в процентах. Можно сказать, что это программа, застройщика для того, чтобы привлечь внимание будущих клиентов на свой жилой комплекс. При этом компенсация процентов частично идет за счет покупателя, то есть цена на недвижимость повышается. Если вас одобрили, допустим, по ГОСКе, то повышение в среднем может достигать 30%. Если же вас одобрили по семейной ипотеке, как мы видим на слайде, то повышение будет меньше, так как ставка по семейке ниже, и застройщик компенсирует банку меньше процент, поэтому повышение цены будет ниже, чем по ГОСКе. Я думаю, здесь понятно. Для чего эта ставка, если квартира становится дороже? Во-первых, это минимальный ежемесячный платеж. При субсидированной ставке он будет в два, а то и в три раза меньше, чем по той же самой господержке. Это весомый аргумент. Во-вторых, у вас будет мизерная переплата по процентам. Ну или мизерная, как это по-русски правильно говорит. Те, кто хоть раз брал ипотеку, знают, что сумма процентов, оплаченная банку, если ваш срок более 15 лет, он составляет ровно же столько, сколько стоит квартира. Проще говоря, взяли вы квартиру за 4 миллиона на 20 лет, то переплата банку составит те же самые 4 миллиона, и того вы оплатите 8 миллионов за квартиру по ипотеке. В случае же с субсидированной ставкой эта переплата составит не более 20 тысяч рублей. Мы еще к этому расчету вернемся. Тогда выгодно ли брать под низкую ставку, но по более высокой цене? То есть цена растет. Давайте тогда рассчитаем, выгодно это или нет. Вот на примере вот этого жилого комплекса, который указан на слайде, это московский застройщик. Если мы зайдем на сайт, то увидим сразу же на первом экране большими буквами скидка 20% или ипотека 0,01%. То есть это про то, что я говорил, что стоимость квартиры повышается на 20%. Кто-то это завуалирует и говорит, что вместо скидки 20% вы покупаете якобы по базовой цене, но решаетесь той самой скидки. Можно сказать, что квартира стала на 20% дороже. Для примера я взял вот такую двухкомнатную квартиру, достаточно интересная планировка, ну и цена тоже, соответственно, очень интересная. Смотрите, да, то есть квартира 34 квадратных метра. На слайде видно, что на сайте будет две галочки. При 100% оплате вы получаете скидку 20% и цена, соответственно, этой квартиры будет 9 миллионов 300 тысяч рублей. В случае, если мы выбираем ипотеку под 0,01, стоимость меняется и уже становится 11 миллионов 300. Повышение составило около 2 миллионов рублей. Ну, давайте перейдем тогда к расчету. В ипотечном калькуляторе я, соответственно, ввел базовую стоимость квартиры, это 9 миллионов, и с удорожанием 11 миллионов 300. Для простоты расчета первоначальный взнос я и там, и там указал одинаковый. Он должен быть не менее 15%. В нашем случае это 1 миллион 700. Срок кредита для расчетов я взял 30 лет. Чуть далее я расскажу, почему именно 30 лет. Сейчас пока на этом подробно останавливаться не будем. И видим, ежемесячный платеж при субсидированной ставке составляет порядка 27 тысяч рублей. Ну, а по ГОСКе это 51 тысяча рублей, что в два раза выше, чем при 0,01. Особенно это актуально для тех, у кого достаточно высокая нагрузка, и они не могут платить каждый месяц по 50 тысяч рублей. Это раз, да? Во-вторых, начисленные проценты. За 30 лет при 0,01 вы переплатите банку всего лишь 15 тысяч рублей. В случае же господдержки за этот срок вы заплатите 10 миллионов 600 тысяч рублей, что даже превышает стоимость квартиры. Ну и в итоге выгода при том, что вы бы взяли субсидированную ставку на эту квартиру, составит 9 миллионов рублей. Да, конечно, вы зададите мне вопрос, Сергей, ну, в основном же все берут на 15-20 лет, почему мы рассчитываем на 30? Хорошо, для этого примера я тоже рассчитал ипотеку, если бы мы взяли на 20 лет с господдержкой. Соответственно, все параметры остаются те же самыми. Единственное, что повышается ежемесячный платеж при господдержке, он становится уже 60 тысяч рублей вместо 50 на 30 лет. И на численные проценты банку уже не 10 миллионов, а становится 6 миллионов 500. Но даже в этом случае выгоднее взять субсидированную ставку, потому что выгода составит 5 миллионов рублей, хоть и выбрали квартиру дороже. Кому подойдет такая ставка? Ну, во-первых, это для тех, кто покупает для себя и надолго. То есть они сразу приобретают большую квартиру, допустим, какую-нибудь двухкомнатную, и понимают, что в ней будут жить те же самые 30 лет, не продавая ее. То есть это прям идеальный вариант для тех, кто будет покупать под субсидированную ставку 001. Это прям must have. Второе, это для тех, кто покупает для своих детей. Они планируют, что их дети переедут в Москву, в Питер, учиться, соответственно, это не нужно снимать квартиру. И во-вторых, после того, как не закончат институт, пожалуйста, есть квартира, чтобы продолжать здесь жить, работать и так далее. Но это инвестиции в будущее своих поколений. И третий вариант – это для тех, кто хочет инвестировать эту квартиру для, ну, допустим, для сдачи. Для этого я тоже произвел расчеты. Давайте посмотрим. Помните тот жилой комплекс Москвы, который мы с вами сейчас считали в ипотечном калькуляторе? Там есть данные дома. В этих домах сдаются квартиры. Я посмотрел, ну, вот, пожалуйста, в Циане. Вы видите, стоимость студии 20 квадратов сдаётся за 35 тысяч рублей, а 35 квадратов – 43. Ну, 50-65 в зависимости от, не знаю, мебели, условий и так далее. В среднем эту квартиру можно будет сдать минимум за 40 тысяч рублей. Ну и, как вы помните, ежемесячный платёж за эту квартиру составлял 27 тысяч рублей в месяц. Ну, несложно посчитать, что ежемесячно эта квартира вам будет приносить 13 тысяч рублей в месяц. Те, кто читал Роберта Киосаки, наверное, помнят, что когда вы живёте в своей квартире, это пассивная инвестиция. Когда же квартира приносит деньги, то есть, во-первых, вы её купили по ипотеке, эти ипотечные платежи перекрываются, и ещё приносят вам прибыль, тогда это считается активом. Соответственно, вы становитесь пассивным инвестором. То есть, это вот прям тоже идеальный вариант из книги, прям как по учебнику. Для кого такая программа не подойдёт? Ну, во-первых, для инвесторов с коротким сроком перепродажи. Те, кто привык инвестировать на 2-3 года, дом сдаётся, цена повышается, они перепродают. В этом случае нет, точно не подойдёт, потому что ваша квартира уже одномоментно подорожает на 20-30%. Во-вторых, для тех, кто не желает платить ипотеку так долго. Вообще, это морально сложно осознавать, что в течение 30 лет, каждый месяц, нужно платить банку вот эту сумму. И, конечно же, это лишняя ответственность. То есть, понимание, что ты кому-то должен все эти 30 лет, это очень сильно напрягает. Поэтому здесь нужно прям подходить с умом. Готовы ли вы 30 лет платить каждый месяц этот платёж? Ну, и третье, если придётся продавать эту квартиру до выплаты ипотеки. То есть, такие ситуации тоже могут быть. Это и развод, это или срочно потребовались деньги в какую-то другую область. Вам придётся продавать этот объект недвижимости, и, скорее всего, вы будете продавать его с убытком. Понятно, что если вы продаете через 15 лет, то цены подрастут, вы не получите убыток. Но если вдруг ближайшие 3-5 лет, то, соответственно, это однозначно будет минус. Почему, кстати, я не рассказал, выгодно брать на 30 лет? Во-первых, повторюсь, вы за 30 лет переплатили банку всего лишь 15 тысяч рублей. То есть, это, по сути дела, рассрочка беспроцентная на 30 лет. То есть, чем больше срок, тем меньше ежемесячный платёж. И не забываем про нашу инфляцию, которую каждым годом всё больше и больше. Вам, конечно же, выгоднее взять как можно более длительный срок. Поэтому 30 лет. Я думаю, здесь всё понятно. Для тех, кому показалась стоимость московской квартиры высокой, пожалуйста, привёл пример квартиры-студии в Санкт-Петербурге. 5 миллионов рублей с первоначальным взносом 743 тысячи рублей. В нашем случае ежемесячный платёж составит порядка 12 тысяч рублей. Ну и я также проанализировал. В соседних там домах такие квартиры-студии сдаются за 20 тысяч рублей. В этом же случае также вы получаете порядка 8 тысяч в месяц, взяв эту квартиру по ставке 0,01. В этой табличке указан расчёт при семейной ипотеке, при господдержке, как увеличивается стоимость. То есть здесь вместо 4 миллионов ваша квартира будет стоить 5200. При семейной ипотеке повышение будет меньше. Соответственно, цена будет не 5200, а 4700. Вы можете посмотреть, посмотреть, какая выгода будет для клиентов, для тех, кто приобретает эту недвижимость по этой субсидированной программе. Кому интересно, могу выставить эту табличку. Это табличка от застройщика ЦДС. Также у меня достаточно много информации по поводу, где и какие жилые комплексы подойдут под вот эту вот именно долгосрочную сдачу. Потому что не все, повторюсь, застройщики, работают по этой субсидированной ставке на длительный срок, какие-то вообще не работают. И чтобы разобраться со всеми этими программами, вы можете, пожалуйста, обращаться ко мне. Вот мои контакты. Вы можете по QR-коду написать мне ВКонтакте, либо мой телефон указан также на слайде. Пожалуйста, я жду ваших вопросов. Напомню, вся работа по покупке новостроек Москвы, Петербурга, Челябинска, все это бесплатно. Нам за работу оплачивает застройщик. На вашу цену это никак не повлияет. И, пожалуйста, жду ваших комментариев под этим видео. Лайки приветствуются, чтобы дальше развивать наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова